Ну, в прошлый раз мы занимались такими Грассмана многочленами. То есть мы рассматривали по алгебру Грассмановых многочленов. Мы обозначали ее как кси1 кси1, который замечательный тем, что переменные косо коммутируют, умножение обозначается таким домиком, ну и главное свойство, что переменные, в отличие от обычных многочленов, они коммутируют, то есть выполняется такое равенство. Ну и в частности надо требовать, чтобы кси1 кси равнялся 0. Базис состоит из маномо, который мы обозначали кси, ну и это кси1 кси и к, где и это такая вот возрастающая последовательность индексов и 1 меньше, чем и 2 меньше и так далее, меньше, чем и к. Ну и перемножаются два таких маномо по правилу, что если мы умножаем кси на кси ж, то может получиться 0, если индексы пересекаются. Потому что тогда будет два одинаковых, две одинаковых переменных, а это 0, ну либо будет такой знак, который зависит от и и и ж, умножить на кси и объединить ж, если и пересечь ж, наоборот, пусто. Ну вот этот знак, собственно, это знак перестановки, которая упорядочивает набор И1 ИК, Ж1, ЖМ в порядке возрастания номеров, по возрастанию номеров. Ну такие перестановки иногда называют тасующими, то есть вы как бы берете колоду карт, делаете ее на две половины, верхнюю и нижнюю, а потом втыкаете друг в друга с сохранением порядка. Ну в частности, мы с вами этот знак вычисляли, то есть если и объединить G, это все множество от 1 до N, ну и пересечь G пусто, то тогда знак перестановки И1, К, Ж1, ЖМ минус К, где каждая из наборов индексов отдельно возрастает. То есть И1 меньше и так далее меньше, чем ИК, ну и Ж1 меньше и так далее меньше, чем ЖМ минус К. То тогда такой знак, как мы видели, равен минус единичка в степени, которую мы обозначали вес И, плюс К на К плюс 1 пополам. Значит где вес И, это сумма всех номеров. Вес индекса. Валерий, пояснище. Да-да, кто-то хотел спросить. Хорошо. Ну и еще у нас была, ну тем самым мы можем сказать, как перемножаются два базисных хмонома, вот если значит И состоит из К-индексов, Ж состоит из Н минус К-индексов, то тогда Кси И помножить на Кси Ж, тем самым всегда равен просто старшему моному, ну точнее это будет 0. если Ж не равен дополнительному набору, давайте вам означать еще точку, то есть это 1 Н минус И. Ну и здесь будет стоять старший моном Кси 1 Кси умноженный на знак вот этой самой тасующей перестановки. То есть здесь будет минус 1 порядок и плюс К на К плюс 1 пополам. Ну и еще у нас была такая важная формула, что если делается линейная замена переменных, ну то есть мы хотим подставить вместо Кси 1 Кси какие-то их линейные выражения через другие переменные это 1 это Н умножить на какую-то матрицу С ну или давайте мы лучше писать матрицу А здесь то тогда базисные мономы Кси 1 Кси выражаются через базисные мономы это житая по давайте я сегодня попытаюсь поставить правильно индексы так, чтобы житая была вторая через базисные мономы это и по правилу что боюсь на мономы Кси будет равен сумме по К ну а здесь будет это К на как бы нам это обозначить давайте обозначим АКИ значит где АКИ это такой определитель матрицы АКИ это подматрица матрица А живущая в строках И1 ИК и в столбцах ну вот это вот значит И ну и в столбцах Ж которые Ж1 ЖК ну а сумма происходит по всем подможествам значит К пробегает АК элементное возрастающее подможество в 1 М ну и обычно такой определитель то есть число обычно называют К и минором А я тут написал значит неправильно значит ниже как это в строках с номерами значит в строках К которые есть К1 что-то что-то плохо что букву К значит я прошу прощения ну давайте мы считать что значит наборы не К элементные а допустим Р элементные то есть будем считать что И это такая же точка И1 ИР К это тоже такая же точка К1 КР ну и соответственно подматрица живущая в строках с номерами ИСК и столбцах с номерами ИСК ну то есть коэффициентами разложения боественных маномов одних через другие являются собственно норы матрица ну и я в конце формулировал такую мысль что собственно Грассманов и Многочлена позволяют кодировать разные соотношения между минорами которые есть матрица ну и такие простейшие соотношения от соотношения лапласа они состоят то что мы хотим подставить вот эти разложения ну просто вот в эту формулу для перемножения боественных маномов ну вот значит если это сказать две звездочки если подставить две звездочки в одну звездочку то мы получим здесь сумму этих двух дополнительных маномчиков кси значит вместо кси получится сумма по к это к на к это то что раньше было кси это дальше это будет умножаться на то что раньше было кси кси будет сумма по l это l а l ж то то что раньше было кси ж там ну и равно это будет если подставить теперь в правую часть то здесь или стоит маном в старшей степени или ноль то есть мы получим ноль если ж не равен дополнительному индексу ну а иначе мы получим боественное маном которое состоит из z умноженный ну на вот этот знак и на определитель потому что здесь будет это 1 это m на определитель матрица ну и умножить вот на тот знак который там был написан минус единичка порядок и плюс k на k плюс 1 пополам вот это число которое здесь ну не число а маномочек которое здесь нарисовано это то во что превратится кси 1 кси после подстановки старшего она умножится просто на определитель самой матрицы ну и остается раскрыть тут скобки в левой части получим ну раскрываем скобки будет такая сумма по k и l это k на это l ну и умножить на на k и lg ну а про это k на это l мы тоже опять же знаем что отдельно сама по себе эта вещь 0 если l не равен дополнительному индексу k ну и это будет только я здесь пишу k на k плюс 1 пополам извините тут надо бы писать r на r плюс 1 мы договорились что значит опять же и это такой набор индексов и 1 и r на r плюс 1 пополам ну и соответственно k большое это тоже какой-то набор индексов k1 kr ну а l это набор индексов дополнительного размера l n минус r ну вот эта штучка равна нулю если l не равен k и не равен k дополнительному ну и она будет равна опять же боевистому маному это 1 на это n в старшей степени если индексы дополнительные ну и умножаться он будет на минус единичка в степени порядок k на плюс значит то же самое число r на r плюс 1 пополам ну и получается такая удивительная формула что значит в результате вся эта сумма свернется в такую сумму где здесь стоит только k потому что ненулевой вклад дает l который пока однозначно определяется ну и здесь будет стоять значит ну байс не она можно вынести получится это 1 на это n ну а здесь будет стоять сумма полка значит минус единичка в степени порядок k плюс r r плюс 1 вес точнее непорядок a k k на k с черпой j ну и результате получается такое соотношение значит смотрите вот здесь стоит стоит тоже тот же самый старший маном значит пространство одномерное это базисный яск значит коэффициенты должны совпадать ну и мы получаем такую формулу замечательную что сумма полка давайте я чуть пониже напишу сумма полка минус единичка в степени вес k плюс вес i a k i на a k с черпой j равняется нулю если j не равен дополнительному к набору и определительную матрицу а если j равен дополнительному набору ну и собственно эти соотношения называются соотношения лапласа лапласа правильно большой буквы писать ну или еще по-другому формула для разложения определителя по набору столбцов ну это нижняя формула то есть это что определитель а можно вычислять как сумму по всем к минус единичка в степени к плюс и а к ну а вторая формула верхняя это как бы теорема и теорема об умножении на чужие алгебраические дополнения ну то есть если мы здесь берем недополнительный к индекс то тогда мы получим 0 такая сумма по к минус единичка в степени к плюс и а к и а а к с чертой ж равна нулю при если ж не равен если ж не равен с черточкой собственно какая что тут написано но тут написана такая вещь что вы берете матрицу фиксируете в ней некоторый набор столбцов и и и один и два так далее и и р после этого берете все подматрицы берем все р на р подматрицы сосредоточены сосредоточены в столбцах и ну собственно такая подматрица задается выбором каких-нибудь срок где они стоят но и сроки k1 и так далее kr такая подматрица такие подматрицы нумеруются индексом k ну и для каждой такой подматрицы подматрицу уместно обозначать A большое значит k ну и для каждой такой подматрицы берем A k который есть определитель A k и берем такую дополнительную определитель берем значит A с чертой и с чертой который есть дополнительное определитель ну и этот определитель умноженный на минус единичку в степени вес k плюс вес i k с чертой и с чертой называется алгебраическим дополнением к минору акаи иными словами что чтобы существовать определитель матрицы вы должны выбрать какой-то набор строк выбирать всевозможные подматрицы которые живут в этом наборе строк и умножать их определители на определители дополнительной матрицы и брать с надлежащим матом ну значит при равном единице то есть когда набор и это просто и ну а соответственно и с чертой это долой и получается просто формула формула для разложения определителя по столбцу ну вот если посмотреть значит что написано определитель а равен сумме ну по всем подматрицам которые живут в столбце и в данном случае это будет всего одна подматрица просто будет сумма пока равна от единички до n а каито умножить на минус 1 в степени порядок каито просто ка порядок и просто и да ну а здесь будет стоять определитель матрицы а без каи и без и просто в точности формула для разложения по столбцу ну а так вообще соотношение лапласа обобщают эти формулы ну и есть точно так же значит если применить транспонированная матрица она транспонированная то получится формула лапласа для разложения определителя по набору строк ну то есть тоже можно сказать что определитель а ну это будет сумма по к наоборот вы можете зафиксировать букву и ну и сказать что это будет а и к и чертой к чертой на минус единичку в степени порядок и плюс порядок значит для любого фиксированного набора строк и ну пример значит как работает ну ну собственно простейшее соотношение на минор которое возникает это матрица 2 на 4 пускай у вас есть матрица 2 на 4 а мы рассматриваем 2 на 2 минора пусть а и ж это 2 на 2 минор живущий в столбцах и и и и ну значит матрицу обозначим а1 1 а1 2 а1 3 а1 4 а2 1 а2 2 а2 3 а2 4 4 а1 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 g а2 А4 и А3-4. Два из четырех можно шестью способами выбрать, как мы знаем. Ну и вопрос. Для любых ли чисел, для любых ли шести чисел существует матрица 2 на 4 с такими минорами? Ну и ответ немножко неожиданный, что нет, конечно, не для любых. Ну потому что если вы матрицу продублируете, получится такая матрица размера 4 на 4. Здесь, значит, стоит А и здесь стоит А. Получается матрица размера 4 на 4. Ну и если я назову ее B, то поскольку одинаковые строки определитель B равен нулю. с другой стороны этот определитель можно сочетать, разложив по первым двум строчкам. что получится. Что получится? Вот давайте попытаемся осознать соотношение вопроса. То есть я должен всеми возможными способами выбирать в верхних двух строчках под матрицу размера 2 на 2. Брать ее определитель с правильным знаком и умножать на определитель дополнительной подматрицы. Хочу заметить, что дополнительная подматрица будет стоять в двух нижних строчках. Поэтому чего, собственно, получится по форме Элопласса? Диктуйте. Там, получается, будет Ну, будет 1-2. Если я выберу подматрицу живущую, ну вот, собственно, давайте я чуть-чуть прокручу. Вот, собственно, имеется всего 6 штук, да? Я могу выбрать любую из них сверху и надо умножать на дополнительную снизу. Значит, что получится? На А3-4 и все это на... На А3-4 и знак у этого будет 3 плюс 7-10 положительный. Да, положительный. Дальше будет следующий А1-3 умножаться это будет на А2-4 и знак тоже положительный получается. Ну, хорошо, что-то мне здесь не нравится. Почему знак получается положительный? 4 плюс 6. Ну, ладно, хорошо. Что-то немножко противоречит. давайте следующее сочетаем, что А1-4 будет на А2-3. Сейчас, как-то это нехорошо, что знак получился положительный. Я боюсь, мы неправильно считаем знак. Значит, ну вот, если вернуться к формуле, как бы, кто тут написан? Ну, давайте повнимательнее посмотрим на формулу. А у нас вот И большое это столбцы, правильно? А К это строки. И большое это строки, АК это столбцы. То есть, что здесь такое написано в старых обозначениях? Ну, здесь написан B, ну, вот если матрица B, да, я выбираю первые две строчки B1-2, да, а следующий будет индекс 1-2. Вот это И, а это К. Да? АУ. Я выбираю первые две строчки, то есть, у меня вот это всегда 1-2. А1-2 это в старых обозначениях B1-2, 1-2. Да? А1-3 это в старых обозначениях B1-2 1-3. И тогда получится у среднего знак минус, у остальных плюс. соответственно, а1-4 это B1-2 B1-4. Опять же, вот это И, это К. Поэтому здесь знак будет плюс, здесь будет знак минус, а здесь знак будет плюс. Согласны? Друзья. Ну, и это еще не все. Ну, это было такое, как бы, отступление, разобраться с обозначениями в первый раз не получилось. Ну, дальше еще будет А, оставшееся, да, будет А2-3 на А1-4, будет А 2-4 на А1-3, и еще будет А3-4 на А1-2. Я хочу заметить, что они те же самые, в принципе, то есть, единственное, что надо убедиться, сходятся в знаке, да, то есть, здесь опять же 1-2 и 2-3, здесь 1-2-2-4, здесь 1-2-3-4. 2-3-4, и поэтому тут знак будет плюс тоже, здесь знак будет минус, да, нечетная получается сумма, здесь знак будет плюс. Ну и в результате получается такое соотношение, что 2 на А1-2, А3-4, минус А1-3, А2-4, плюс А1-4, А2-3, равно 0. Ну, собственно, про двойку, можно забыть, значит, если мы считаем, что характеристика не равна 2, если это потребует, то тогда получается такое соотношение Плюкера. А1-2, А3-4, минус А1-3, А2-4, плюс А1-4, А2-3, равняется 0. То есть 6 миноров 2 на 4 матрицы, не абы какие числа, а они удовлетворяют вот такому квадратичному соотношению. Ну и на самом деле такое приятное упражнение проверить, что этого достаточно. Для того, чтобы числа числа ж были миноровыми. я могу сказать, идея такая просто начать строить эту матрицу вручную. вот мы знаем чему равен А1-2, ну и мы можем начать эту матрицу строить, сказав, что я сюда поставлю 1, сюда поставлю 1-2, сюда поставлю 0, сюда поставлю 0. что дальше. У меня есть еще два места. Ну и на самом деле я знаю, чему равен А1-3, деваться некуда, надо сюда поставить А1-3, правда? Ну потому что иначе определитель, который стоит в столбцах 1-3 не будет равен тому, чему нужно. Ну тогда А1-4 тоже ставим. Да, тогда А1-4 сюда необходимо поставить, деваться некуда. Замечательно. Ну и теперь у меня есть еще определитель А2-3, поэтому вот это место тоже однозначно определяется. То есть сюда деваться некуда, надо написать минус А2-3 делить на А1-2. А2-3 поделить на А1-2. Ну все это работает в предположении, что А1-2 не равно нулю, но какой-то один из них можно считать, что не равен нулю. То есть картинка на самом деле симметрична, мы можем с любого начать. О, а теперь остается такое замечательное место и у нас на самом деле на него есть два условия. То есть у меня предписанное значение у А2-4 и предписанное значение у А3-4. Поэтому точечка должна удовлетворять сразу двум условиям. Вот если я здесь поставлю элемент x значит x x удовлетворяет должен удовлетворять двум условиям. ну во-первых минус А2-3 на А1-4 поделить на А1-2 минус А1-3 на x должно быть равно А3-4. Ну а во-вторых минус А1-2 минус А1-2 x должно быть равно А2-4. Ну и тем самым x отсюда однозначно выражается. То есть x делаться некуда равен А2-4 минус на А1-2. Но если его подставить в первое равенство, то мы получим в точности соотношение Плюкера. То есть соотношение Плюкера обеспечивает непротиворечивость ну можно проверить. Значит будет минус А2-3 А1-4 на А1-2 минус А1-3 плюс А2-4 на А1-2 должно быть равно А3-4. Умножаем на А1-2 и получаем ровно то, что хотели. То есть это в точности соотношение Плюкера. Ну можно всякие другие соотношения писать. Вообще такая теория детерминатных тождеств это такой целый большой раздел старинной математики. Мне бы не хотелось с него углубляться, но вот я считаю, что я некоторый инструмент вам выдал. Если такие задачи будут встречаться в жизни, вы с ними разберетесь. А второй сюжет, который я бы хотел разобрать связанный с определителями, это барецентрические координаты. барецентрические координаты как отношение объемов. Если вы помните, на плоскости у нас была такая формула, что если у вас есть треугольник по один, по два, по три, то барецентрические координаты точки А относительно этого треугольника если мы записываем А как x1 p1 плюс x2 p2 плюс x3 p3 где x1 плюс x2 плюс x3 равно единичке, что про них можно думать как про площади то есть ну например x1 это площадь треугольника p2 p3 поделить на площадь треугольника неудачно получилось поделить на площадь треугольника ABC помните такие еще в сентябре мы с вами занимались x2 тоже можно интерпретировать как отношение площади треугольника p1 p2 p3 ну то есть надо заменять какую-нибудь вершинку на а а здесь писать ну соответственно x3 это будет площадь треугольника p1 p2 а поделить на площадь треугольника ABC ну конечно этого есть обобщение на многомерный случай то есть пускай пусть AN это номерное афинное пространство извините а там в знаменателе точно ABC p1 p2 да спасибо что-то я p1 p2 p3 конечно площадь боевского треугольника спасибо спасибо большое есть треугольник если у вас есть анамерное афинное пространство то можно там взять значит M плюс один точек p0 p1 и так далее p не лежащих в одной гиперплоскости тогда на самом деле существуют барецентрические координаты то есть тогда каждая точка а в этом однозначно записывается в виде барецентрической комбинации x0 на p0 плюс x1 на p1 то есть так далее плюс xn на pn где x0 сумма весов равна единице ну можно это доказывать точно так же как мы это доказывали в случае плоскости ну а можно так более изящную точку зрения занять и сказать что мы поместим мое пространство аэн в качестве гиперплоскости в большее пространство а именно я рассмотрю пространство ну если аэн это афинное пространство связанное с векторным пространством в это я рассмотрю такое пространство в которое есть к плюс в то есть у меня будет пространство в векторное ну и я добавлю еще одну координатную ось значит В с базисом Е1 Е ну а К будет с базисом Е0 я добавлю еще такой вектор Е0 и собственно получу такое афинное пространство аэн плюс 1 которое афинизация этого К плюс 2 и вложим исходное аэн в аэн плюс 1 в качестве гиперплоскости не проходящей через мое у меня здесь есть нулевая точка но я написал Е0 на самом деле не обязательно быть таким длинным а собственно в качестве какой гиперплоскости ну у меня тут есть точки П ноликовая П первая и так далее П ну я рассмотрю такие векторы давайте даже Е0 сотру собственно я вам нарисовал просто чтобы объяснить рассмотрю такие векторы которые из начала координат идут в эти точки по 0 по 1 П то есть я в АН плюс 1 рассмотрим афинный репер с центром в 0 и базисными векторами ОП НОВИКО ОП первая и так далее ОП НОВИКО значит они линия независимы поскольку я считаю что вот эти точки не лежат в одной гиперплоскости внутри этого АН ну и тогда собственно АН в координатах X0 и так далее X относительно этого репера задается каким уравнением ну вот у меня базисные векторы плоскость как раз проходит через концы базисных векторов какое уравнение ну например если бы у меня пространство было двумерно ну меня интересует координата X0 X1 меня интересует прямая которая проходит через концы базисных векторов какое уравнение X0 плюс X1 равно единице да совершенно верно и в общем случае такой же будет уравнение X0 плюс X1 плюс и так далее плюс XM равно единице ну это гиперплоскость да линейное уравнение и все боесные векторы концы боесных векторов там лежат да поэтому это как раз та гиперплоскость которая нужна каждый боесный вектор этому уравнению удовлетворяет ну и тем самым барецентрические координаты YM это просто мораль такая что барецентрические координаты YM это в точности обычные афинные координаты YM плюс 1 ограниченные на гиперплоскость N же вышиваем X1 с уравнением таким образом барецентрические координаты существуют но и опять же такая геометрическая картинка показывает собственно как их вычислять ну значит здесь у вас я нарисую так для случая треугольника у вас есть точки по 0 по 1 по 2 ну и еще есть какая-то точка я хочу понять как точка выражается через векторы по 0 по 1 по 2 ну вот у меня здесь вершина о какие будут соображения нужно записать через вектор по 0 по 1 ну да тут вот есть такие векторочки то есть можно рассмотреть такие три треугольничка ну и я хочу сказать что площади этих треугольничков на самом деле относятся точно так же как объемы соответствующих пирамид то есть ну скажем S A P1 P2 относятся к S P0 P1 P2 точно так же как объем пирамиды O A P1 P2 к объему пирамиды O P0 P1 P2 ну а объемы пирамиды на самом деле относятся точно так же как объемы соответствующих параллограммов то есть вот если имеется ну не параллограммов параллелепипедов если имеется тройка векторов то вы можете рассмотреть такую пирамиду которая на них натянута а можете рассмотреть параллелепипед который на них натянут я не берусь нарисовать вопрос как относится объем пирамиды к объему параллелепипеда вы знаете отношения на самом деле зависит только от размерности но не от векторов как бы это увидеть ну надо давайте это надо рассматривать такие пирамидки ступенчатые то есть можно рассмотреть такую н на н пирамидку в ней кубиков н на н плюс 1 пополам ну и можно рассмотреть собственно параллелограмм в нем н в квадрате кубиков ну нужно взять отношения и посмотреть куда она стремится при н стремящем судьбосконечности куда ау 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 пределы учили считать ну то есть идея в чем состоит я треугольник приближаю квадратиками одна треть получается как же одна треть не знаю н на н плюс 1 пополам в квадрате здесь одна вторая а я думал что это тройка просто взимод будет чего единичка плюс 1 поделить пополам стремится к 1 второй казалось бы да вот но я тебе предлагаю сыграть в эту игру в любой размерности то есть у меня теперь будет если размерность то тогда у меня будет такой параллелепипед значит дмерный в нем будет n степени d кубиков да правда но теперь вопрос сколько будет в соответствующей пирамидке пирамидка значит дмерная пирамида она собственно как устроена здесь у нее в качестве дна d минус одномерная пирамида размеры n дальше это нижний этаж дальше на следующем этаже ну вот если трехмерную картинку рисовать вы сначала сюда внутрь кладете вот точно такой же треугольничек как раньше был дальше над ним настраивайте треугольничек чуть поменьше то есть как бы следующий этаж второй этаж это d минус одномерная пирамида размера n-1 на n-1 ну и скажем если в трехмерии сосчитать то собственно что получится у вас сначала n плюс 1 пополам потом n пополам потом n минус 1 пополам ну плюс и так далее пока не дойдет до 1 почему равно не учили вас на комбинаторике треугольник паскаля будет n плюс 1 на n плюс 2 на 4 треугольник паскаля вы начинаете от единички и идете значит по второму ряду то есть это ну вот если здесь ноль это как бы один а это вот два вы складываете такие числа 2 по 2 3 по 2 4 по 2 вот c и и так далее n плюс 1 по 2 значит сколько получится n плюс 1 пополам а почему n плюс 1 n плюс 2 n плюс 2 по 3 да будет n плюс 2 по 3 ну и так далее да сколько в домерной пирамиде ну давайте четырехмерной четырехмерная она значит слоится на трехмерная ну но слоится так 3 по 3 плюс 4 по 3 плюс и так далее это верхний этаж верхний кубик это пирамида 2 на 2 ну и так далее значит n плюс 2 по 3 это n если сложить сколько получится n плюс 3 по 4 да n плюс 3 по 4 ну и значит водомерная пирамиде n плюс d минус 1 по d кубиков ну и вопрос единичка на n в степени d на n плюс d минус 1 по d куда стремится при стремящемся с бесконечностью 1 на d факториал 1 на d факториал совершенно верно и того значит мораль что отношение объема пирамиды к объему параллелепипеда равно 1 на d факториал ну собственно возвращаясь к нашей деятельности ну давайте я картинку напомню ну вот у меня есть значит какие-то точки есть точку с которой я так сверху на все на это смотрю ну и точка есть точки по 0 по 1 по 2 ну и меня собственно интересует как чему равны коэффициенты разложения x0 по 0 плюс x1 по 1 плюс x2 по 2 ну если я считаю объем пирамиды ну то есть ну на самом деле надо если я рассмотрю такое же отношение как раньше рассматривал например а по 1 по 2 на здесь будет оа о по 0 о по 1 о по 2 то есть это объем параллелепипеда они относятся точно так же как объем пирамид о по 1 о по 2 о по 3 ну и просто подставлю сюда вот это разложение то я увижу что такое отношение объемов равно x0 на омега о по 1 о по 2 о по 3 омега о по 1 о по 2 о по 3 ну просто по свойствам объема то есть мой вектор о это x0 о по 0 плюс x1 о по 1 плюс x2 о по 2 я поставляю сюда поскольку есть два аргумента о по 1 о по 2 на всю вот эту вот часть можно забить она никакого вклада в объем параллелепипеда не даст ну и тем самым вот получается такая формула и она на самом деле получается в магомерии ну причем не только на ДР то есть мы тут так сказать на ДР немножко поиграли с комбинаторику ну а вообще значит верна такая лемма про объемы что собственно пусть У это подпространство В ну и вектора У1 УК составляют базис ВУ вектора У1 УК ну к которым еще добавили какое-то количество векторов W1 WM составляют базис В тогда верна такая формула для объемов значит для любых векторов В1 ВК которые живут У и для любой формы ОНГК объема на У ну размерность УК ну и для любой формы ОМЕГА ну давайте я напишу К плюс М объема на В справедливое равенство если посчитать многомерный объем внутри пространства В натянутый на вектор В1 ВК и В1 В1 ВМ и поделить его на тоже многомерный объем натянутый на вектор У1 УК В1 В1 ВМ то отношение таких объемов равно отношению камерных объемов натянутых на вектор В1 ВК и камерного объема натянутого на вектор У1 УК такой полезный факт то есть если у вас имеется базис в большом пространстве и первые векторы составляют базис маленьком пространстве то тогда многомерные объемы натянутые на такого рода набор векторов относятся как камерные объемы натянутые на соответствующий набор в маленьком пространстве доказательства в принципе несложно во-первых надо заметить что все формулы поскольку это базис то есть то тогда знаменатели на самом деле вновь не обращаются и все корректно и Омега К плюс АТО1 УК В1 тоже не равно нулю ну и на самом деле можно рассмотреть что смотрим на У новую форму объема Омега К Шриф ну и зададим ее так что она значит на векторах В1 и так далее ВК равна объему К плюс М мерному натянутому на векторы В1 ВК и W1 W ну это форма объема очевидно что это форма объема она полилинейная космосиметрична все как положено выдерживает элементарное преобразование первого рода то есть это форма объема ну и тем самым она пропорциональна форме Омега К то есть просто отличается от нее на константу ну и тогда тем самым для любых векторов В1 ВК и ЗУ отношения собственно Омега К к от В1 ВК к Омега К от В1 УК будет такой же как форма Омега Штрих раз они пропорциональны ну что по определению есть собственно Омега К плюс М В1 пока W1 W Омега К плюс от от Упростите здесь надо мега К ну вот такая замечательная лемма ну и на самом деле из этой леммы вот получается та теорема которую мы хотим что барецентрические координаты точке А относительно точек 0 можно учитывать по формуле значит экстита это будет значит такой нмерный объем параллепипеда натянутого на вектора АП0 АПН значит ИТА надо выкинуть ну а здесь надо написать Омега НТА по 0 по 1 П0 по 2 П0 ПН Ну и это на самом деле ровно вот та формула которую мы пользовались на плоскости ну собственно доказательства ну вот надо рассмотреть вот эту картинку если мы здесь нарисуем точку О ну а здесь все мои точки ПИ и точка то тогда так же как и раньше если я знаю что О А это сумма ХИТА на ОПИТА и бегает от 0 до Н то то Н плюс одномерный объем натянутый на векторы ОП0 ОПН поделить на Н плюс одномерный объем натянутый на ОП0 ОПН будет правильным как раз ХИТА ну потому что можно в этой сумме заменить из этой суммы выкинуть все векторы то есть можно заменить ОА реально на ХИТА ОПИТА потому что все остальное это сумма оставшихся векторов которые и так присутствуют в качестве аргументов ну и теперь надо воспользоваться вот этой лемой значит как именно ну я возьму какой-нибудь для каждой как каждый из векторов ОПИ запишу как ОА плюс АПИ тогда сверху у меня получится объем ну поскольку здесь есть слагаемое ОА то здесь будет ОМЕГА от АП0 и так далее в этом месте будет стоять ОА как стоял здесь будет стоять АПН ну а снизу надо раскрыть это снизу что получится ну будет сумма такая если раскрывать все скобки ну и там либо будут что-то не могу сообразить ну давайте напишем поподробнее значит здесь будет ОА плюс АП0 ОА плюс АП1 ну и так далее ну когда я буду раскрывать все скобки то как только у меня попадаются два одинаковых слагаемых ОА так сразу объем будет нулевой да поэтому реально здесь получится вот эта штукенция будет равна объему АП0 АП1 так далее АПН плюс объему где в каком-нибудь одном месте стоит ОА что-то не сходится значит ну такой объем нулевой потому что эти векторы линейно зависимы это Н плюс 1 вектор в лежащей гипертлоскости ну а дальше будет будут такие суммы где здесь в каком-то месте стоит ОА а в остальных местах стоят векторы АП0 значит будет такая сумма ПОИ АП0 АПИ В предыдущей лиме такое отношение как-то конечно нехорошо что она ну ладно что-то я на самом деле немножко болею и не могу вспомнить а время кончилось поэтому давайте мы на этом месте остановимся на следующий раз продолжим там я ну или там дома додумать конец доказательства а то сейчас уже семинар начнется в другой группе как-то плохо затягивать лекцию если есть какие-нибудь вопросы я готов ответить еще там в течение двух-трех минут если вопросов нет то давайте на этом закруглимся ау давайте я мысленно сосчитаю до 10 а вот мы писали там сумма омега там почему у нас до АПИ шла сумма нет ниже вот самая последняя строчка то что не занулилась вот где сумма я просто раскрываю все скобки будут слагаемые которые вообще не содержат это будет вот то что первым слагаемым написано и она налевая поскольку вектор линейно зависим и дальше будут слагаемые где ровно в одном месте содержится А во всех остальных местах АПИ ну да и там там же тоже будет сумма до АПН да здесь и в смысле здесь буква неправильная здесь будет АПН то есть здесь будет такая сумма где вот этот вектор А будет сначала на первом месте потом на втором потом на третьем потом на четвертом и так далее вот ну как-то мне казалось что отсюда сразу все понятно но здесь требуется еще какое-то вычисление просто дальше я бы хотел сказать что не ну тут надо чуть-чуть поаккуратнее сочетать то есть я ответ по свой хотел выраженным через такие векторы поэтому надо ну вот я тут немножко запутался значит числитель у меня получился уже почти что хороший здесь бы вот надо убедиться что вот эта вещь равна ну такой вот Омега где здесь стоит ОА а здесь стоят векторы П0 ПИ П0 П1 там П0 ПН ну вот как бы это место собственно надо додумать ну давайте пусть это будет задание на дом там а в следующий раз я его повторю если будут проблемы ну а давайте закругляться все-таки а то запись останавливаем что-то 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 что-то